За последнее время в Приморье органы внутренних дел все чаще регистрируют случаи сбыта фальшивых денег. Сейчас в фокусе правоохранителей поддельная купюра номиналом в 5000 рублей. Местами миграции ненастоящих денег обычно являются торговые точки, магазины и бутики. Там фальшивку выявляют, как правило, уже при пересчете выручки. Сталкиваются с подделками и сотрудники банковских организаций. Сотрудник магазина, обнаружив подделку у покупателя, сообщит об этом в полицию. По приезду полицейские опросят гражданина, проведут необходимые мероприятия и отпустят человека. Представители профильных ведомств призывают все тех же коммерсантов из сферы розничной и оптовой торговли приобретать специальные приборы, чтобы выявлять финансовый контрафакт в местах сбыта. Именно там проще всего выявить подделку и не подвергать риску дохода граждан. Чаще всего местом сбыта поддельных купюр являются магазины мелкой розницы, киоски, кафе, бары, такси, сельскохозяйственные рынки, автозаправочные станции и те места продаж, где отсутствуют специальные аппараты для проверки банкнот. Впрочем, обнаружить в своем кошельке неликвидную подделку смог бы и обычный гражданин. В группе риска может оказаться любой, а потому эксперты рекомендуют обратить внимание на несколько признаков, которые могут подтвердить или опровергнуть подозрения. Так, на поддельной купюре печать бланка России не меняет цвет с желто-зеленого на красно-коричневый под разными углами обзора. Бумага у фальшивки не такая эластичная и не имеет характерного хруста, мелкие детали и узоры не просматриваются. Самый простой способ удостовериться в подлинности личных активов – слегка намочить банкноту. Фальшивомонетчики часто используют водорастворимые красители, и фейковые деньги тут же расплывутся. В случае обнаружения поддельной банкноты просим граждан проявлять сознательность и незамедлительно обращаться с заявлением в органы внутренних дел. При обнаружении фальшивок ни в коем случае нельзя пытаться избавиться от них путем совершения расчетных операций. В этом случае можно не только потерять деньги, но и оказаться привлеченным к уголовной ответственности. Ответственность действительно может оказаться серьезной. Изготовление, хранение и даже перевозка поддельных денежных билетов Банка России считается тяжким преступлением. Наказание может составить до 15 лет лишения свободы, а потому стоит лишний раз перепроверить свой кошелек или в случае с торговым бизнесом свою кассу. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом.